Всем привет! Сегодня я решила накрутить волосы утюжком. Вообще скажу, ни разу этого не делала. Когда были длинные волосы, я их крутила плойкой, а вот короткие волосы я вообще не крутила, а утюжком тем более. У меня вот такой утюжок, Philips. И я в интернете посмотрела, как это делается, но я хочу сделать это самостоятельно, я не знаю, получится у меня это или нет. В общем, буду пробовать. Получится-получится, не получится-не получится. Пока я дома никуда не иду, надо экспериментировать. А то на улице весна, хочется уже как-то выглядеть повеселее, получше. И в общем-то мне немножечко волосы уже поотросли, и вот эта укладка немножко надоела. В общем, хочется что-то другое. Но буду сейчас экспериментировать. Оставайтесь со мной. В общем, поставила я зеркало перед собой, одно маленькое впереди, и сзади у меня зеркало большое. И в общем, мне видно свой зад. Я буду поворачиваться и к вам, чтобы вам было видно. В общем, не знаю, что получится, но посмотрим. В общем, в итоге волосы я помыла, высушила. И сейчас я понимаю так, что мне нужно поднять верхний волос вверх, и начинать надо сзаду. И вот сейчас я это сделаю. Не знаю даже, как мне это сделать лучше. Ну, в общем, как-нибудь надо начать. В общем, как-то нужно начинать. Беру я зажимчики и, в общем, что-нибудь начинаю делать. Честно говоря, мне страшно. У меня вот такие вот зажимчики и вот такие прищепочки есть. Сейчас я их буду как-нибудь прищеплять. Ну, что-то сделала такое. Теперь плойку надо включить. Но она у меня уже прогрелась, я ее просто выключила пока. Сейчас прогреется быстрее. Я не знаю, как крутить, чтобы не обжиться еще. Особенно на коротких волосах. Но буду пробовать. Я, как поняла, сзади короткий волос. Нужно немножко все равно подкрутить для объема. Вот, что я сейчас пытаюсь делать. Крутить неважно в какую сторону. Ну, в общем, к заду, к низу, каким-то таким образом. Можно в разные стороны. Разные пряди в разные стороны. Продолжим. Я так понимаю, что от лица нужно крутить назад, а дальше можно крутить в разные стороны. Можно назад все. Но я буду в разные стороны крутить. Посмотрим, что будет. Мне кажется, что крутится слабо. Но я боюсь обжечься. В общем, как-нибудь накручусь. Мне кажется, что я кручу вообще в каком-то хаотичном порядке. Аж самое смешно. Но, честно говоря, короткие вот эти волосы, их крутить неудобно. И я боюсь руки обжечь. Поэтому, как накрутятся, так накрутятся. Лишь бы хоть как-нибудь накрутились. Вообще, мне кажется, что лучше, если бы это делал кто-то. Но сейчас у меня никого тут нет. Я тут сама одна. Поэтому хочу научиться делать это самостоятельно. Если получится. В общем, что-то непонятное там. Может быть, я много беру волос. Может быть, нужно по чуть-чуть брать. Но пока я вижу, что они мне как бы торчат куда-то. Еще у меня есть лак. Я купила лак. Я взяла вот такой фикс прайс. Сильной фиксации не знаю. Я так понимаю, что надо немножко там где-то сбрызгивать. Какой кошмар. Ладно, продолжим. Кручусь между двумя зеркалами и между вами. Ну, ничего. Главное, чтобы мне и самой было видно, что я делаю. И вам хоть что-то показать. Субтитры сделал DimaTorzok Я так думаю, что от лица, пускай, наверное, волосы уходят назад. А сзади пусть будет вообще беспорядок. Все равно что-то да будет, что-то да получится. А может быть это будет просто новая какая-то прическа. Субтитры сделал DimaTorzok Пока что мне еще не понятно, что получается. Ну, что-то интересное уже там вырисовывается. Не знаю, насколько оно получится в результате интересным или не очень. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще я вспомнила, самое главное, подкручивать серединку волос. Не надо у корней и не надо кончики. И крутить надо вертикально. То есть плойку нажать вертикально. Вот это то, что я запомнила. Но пытаюсь, пытаюсь. Вы знаете, я дошла до финишной прямой, где остались длинные волосы. Скажу, он длинный, конечно, легче. Вот здесь даже интересненько так получается. Какой-то интересный получился эксперимент. Мне даже нравится, что здесь пробор какой-то хаотичный получился. Его нету, он как-то так, в разные стороны его можно сделать. Что делать с челкой? Девочки, напишите мне в комментариях, что мне делать с челкой. Поднять челку я не люблю. Я не люблю, когда открытый лоб. Но она колодкая, чтобы ее накрутить. Я попробую сейчас ее, что-нибудь с ней вообще сделать. Не знаю, что получится. Честно говоря, чтобы я с ней не делала, мне не нравится. Ничего мне с этой челкой не нравится. Вот вперед она у меня должна быть и все. Но она слишком короткая для этого. Может быть вообще оставить ее в покое и пусть она будет как будет. Ничего с ней не делать. Просто как она была, так пусть и будет. А вот эта пусть будет вот так вот веселенькая. В общем, вот такое вот получилось у меня что-то интересное. Но мне кажется, для первого раза может быть и ничего. Может кому-то понравилось, может кому-то не понравилось. Но вы мне скажите, мне продолжить дальше эксперимент? Вот пробовать еще так крутиться вообще в дальнейшем. Выходить можно ли? Можно ли выходить в люди вообще в таком вот, с такой прической? Я думаю, в принципе можно. Не знаю, на торжество может быть нет. А просто так вот там выйти прогуляться. Может быть и можно, не знаю. Но мне кажется, ничего так нормальненько. Но экспериментировать, наверное, стоит продолжить. Еще раз как-нибудь сделать. Попробовать по-другому, может быть в другие стороны, в другие направления накручивать это все. Ну, в общем, если кто-то умеет это делать, подскажите мне в комментариях, что я делаю не так и как мне лучше это все сделать. Ну, а кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok